Всем привет! Очередные выходные и очередной ремонт любимой BMW. Сегодня будет ремонт посложнее. Следующий уровень по сравнению с предыдущими. Сегодня нас ждет насос гидроусилителя руля. Друзья, судя по отзывам владельцев, это наболевшая тема для BMW, особенно для пятерки, ну и для многих других машин. Не считая японцев, конечно, у которых почему-то гидроусилитель руля практически вечный. Итак, есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первый – это перебрать гидрач и продлить его жизнь на какое-то время. Но это хорошо будет для продажи автомобиля. Второй вариант – найти гидроусилитель руля на какой-нибудь помойке и поставить его на какое-то время забыть про неисправность. Это тоже хорошо для продажи автомобиля. Но если вы хотите какое-то время еще сами покататься с радостью и удовольствием, то надо придумать что-то поинтереснее. Допустим, купить новый гидрач, что не совсем интересно, потому что он стоит 45-50 тысяч рублей. Есть вариант другой, по которому идет большинство владельцев – это подогнать гидрач от какой-нибудь другой более дешевой машинки. Вернее, машинки с более дешевыми запчастями. В данном случае я взял гидрач ZF-овский. Ставят еще гидрачи от Chevroniva. Они тоже ZF-овские и тоже стоят примерно столько же. Этот гидрач от Gazelle Next стоит где-то 7500 тысяч. От Chevroniva будет стоить чуть-чуть поменьше, в зависимости от того места, где его покупать. У Chevroniva давление гидроусилителя будет ниже, значит руль будет тяжелее. У Gazelle давление 125 килограмм на выходе гидроусилителя, поэтому руль будет достаточно легкий. И в принципе, с учетом того, что у меня ездит жена в основном на машине, мне это подходит вариант. Но самое интересное, что гидроусилитель отличается шкивом и присоединительными размерами. Он же не гидроусилитель от BMW в конце концов. Придется его подгонять. Опять же, о том, как все это сделать, ничего не сломав и просто так не выкинув деньги на ветер, сейчас мы будем смотреть видео. Ну, то есть, вы будете смотреть, а я буду снимать. О том, как снять впуск, я уже, наверное, 5 раз рассказывал. Именно с этого и в этот момент я начну. Отщелкиваем клипсы. Подкручиваем болт на 10. Там еще есть болтик под ключ на 8. Вот здесь он. Но он у меня сломан, я уже об этом говорил. Пуск снимается очень легко. Дальше надо снять приводной ремень Гура. Для этого надо ослабить ролик натяжения. И воспользуюсь для этого я ключом на 16. На ролике есть специальный отлив под ключ на 16. Есть также на самом ролике крепление под торкс. Некоторые с помощью этого крепления и расслабляют натяжение ремня. Но ключ на 16 гораздо надежнее. После снятия ремня стало видно крепление гидроусилителя. Но рановато еще им заниматься. Надо сначала слить жижу всю. И в данном случае это на самом деле жижа. Потому что умирающий гидроусилитель быстро портит масло. Пришло время сливать масло. Для этого поднимаем машину. Хорошо бы еще ее поставить на что-нибудь типа упоров. С этого шланга можно слить большую часть масла. Вот хомут. Пружинный хомут снимается плоскогубцами. Я уже его снял. Сдергиваем шланг и сливаем масло. Можно легко увидеть, что По частоте Двигатель BMW не намного лучше Двигатель и вас. Через всасывающие патрубы, Которые без давления я слил масло, Можно приступать к дальнейшему демонтажу. Для этого надо открутить вот эти два болта, Которые здесь видно, что уже я открутил и начал вытаскивать. Первый, второй, второй, или второй, первый. И тут меня осенило. Мне кажется, Мне кажется, я понял, почему ломаются русские и немецкие машины. Вот оно. Вот оно. Ключ на 13. Еще Андрей Миронов пел. Им бы 13 числа взять и отменить вместе с понедельниками. Нет, вроде не бездельники. И могли бы жить. Так, ладно, продолжаем. Болты вытаскиваем, и гур снимется. Но для того, чтобы потом не мучиться, Лучше еще открутить напорный патрубок. Для этого надо Его почистить И ключом открутить. После непродолжительных баталий был снят насос ГУРС автомобиля. Обнаружилось еще одно крепление, Которое держит шланг. Вспомогательное крепление. Плюс вот эта контрящая гайка под ключ на 27. И затягивающая под ключ на 17. Одну контрим, другой расслабляем. Либо так, либо на машине на месте. Мне так удобнее, потому что никаких креплений у шланга у меня уже давно нет. Кто-то постарался за меня. К тому же обнаружилось, что насос не оригинальный. Уже насос стек, видимо, вот по этому месту. Так что, если у вас оригинальная машина в оригинальном состоянии, У вас будет немножко по-другому. Но примерно все то же самое. Все-таки это один и тот же двигатель М54. Два насоса. Один ZF от Gazelle Business. Вроде как немецкий. Даже маркировка ZF есть. И надпись, что он как бы давит 125 бар. Берлин, Германия, все дела. И второй насос непонятного производства. Говорят, что от Мерседеса какого-то. Как он оказался на BMW, это сложно понять. Но, видимо, причина всех бед в нем. И вот почему я не люблю контрактные запчасти. Потому что, если кто-то что-то выкинул уже на помойку, значит, видимо, этой вещи там и место. И работать она уже не будет нормально. Сейчас я аккуратно вскрою его, посмотрю, что там внутри, действительно ли он безнадежно умер. Еще я его буду вскрывать по одной простой причине. Потому что мне и так его придется вскрыть. Мне нужен шкив. Шкивы у этих насосов абсолютно разные. Так выглядели крепления. До того, как я их снимал. Чисто визуально, старый шкив имеет люфт большой. Там стоит подшипник внутри. И он люфтит. Новый. Двигается упруго, можно сказать. Абсолютно без люфтов. В отличие от старого, который, если толкнешь, он крутится. Вот такой он насос разобранный. Если крутнуть корпус, ну, вместо того, чтобы крутить шкив, можно увидеть, как он работает. Уплотнения скользят по статору. И то, как будут работать эти уплотнения, зависит, какое давление он развивает. Если уплотнения будут подвисать или подклинивать, то давление, соответственно, не будет стабильно. Вот здесь вроде они подклинивают, но заметно, что в роторе не люфтят. А вот состояние статора, похоже, оставляет желать лучшего. И всё бы ничего, по сути, смена гидроусилителя руля. Это просто снял ремень, снял патрубки, подводящие жидкость, отводящие её, скинул несколько болтов крепления гидроусилителя руля, снял гидроусилитель и собрал всё в обратной последовательности. Залил жижу и всё готово. Но тут приходят они, проблемы. Вот гидроусилитель руля. Если бы это была новая машина, возможно, было бы легче подобрать такой же гидроусилитель. Но здесь такие проблемы, что уже несколько раз, видимо, меняли. И от реального гидроусилителя, который стоял здесь на машине, уже ничего не осталось. Скорее всего, не я один такой счастливый. Поэтому вкратце объясню, какие проблемы с подбором гидроусилителя. Вот этот гидроусилитель руля ZF немецкий на 125 бар. Чем выше давление, тем легче будет крутиться руль. На стандартный BMW подходит достаточно хорошо гидроусилитель от Chevronil. Он тоже ZF. Такие же проблемы по креплению. Вот здесь вот на задних креплениях нету резьбы. Приходится за место болта ставить болт с гайкой, который бы стягивал крепление стандартное с креплением гидроусилителя. Но это небольшая проблема. На гидроусилителе немножко по-другому стоят выходные и входной патрубок. Но это тоже небольшая проблема. Шланги гнутся. Самая большая проблема это шкив. Много видео, где снимают шкивы. У всех все легко получается. Каждый думает, что его метод самый лучший. Вкратце расскажу про все, которые там описаны. Один из способов это поставить сюда какую-нибудь выколотку. Один человек держит за шкив, другой стучит по выколотке молотком, фактически по валу. Вал выбивается вниз вместе с насосом, шкив остается в руках. У тех, у кого прессовая посадка слабая, это довольно легко получается. Но, сразу скажу, вот здесь вот задняя крышка, вал может ее пробить. То есть, если вы хотите таким образом снять, лучше заднюю крышку снять, потроха чем-то закрепить, гибким скотчем или изолентой. И уже стучать. Если сразу не пойдет 3-5 ударов, то лучше забыть про этот способ, перейти к следующему. Следующий способ это съемник двухлапый. Вот здесь на шкиву, вот на этом конкретно, он не от BMW, на BMW все гораздо проще. Есть специальные риски под съемник двухлапый. Съемник надо подточить, опять же вставить какой-то болт или выколотку, и в него упирать съемник, пытаться открутить. Если прессовая посадка слабая, это поможет. Если нет, то и это не поможет. Про этот способ тоже стоит забыть. Следующий способ, который все не рекомендуют, но тем не менее, он легко используется. Если вам надо снять шкив, и просто снять шкив, можно повредить его. Обычный трехлапый съемник. Ставим его на шкив. Шкив, он само собой гнет шкив, когда снимает. Но, если нужен насос без шкива, а шкив можно выкинуть, это вполне подходит вариант. Некоторые рекомендуют, чтобы не гнуть шкив, под лапы подкладывать какие-то пластины, увеличивающие площадь контакта. Может быть и это поможет. Но, фактически, вот на моем насосе, который вроде как был, не этот, а который стоял на машине, от которого вот этот шкив. Помог только способ, когда разогреваем резаком. Причем не вот этой горелкой китайской, которую можно в магазине купить, а настоящим сварочным резаком. До красна разогревается шкив и съемником дергивается. Спасибо ребятам, помогли, сдернули со старого. На новый, когда сажать, чтобы не мучить, опять же, вал, вот эту всю резьбу, тоже можно разогреть шкив и посадить его на горячую. Но здесь уже надо действовать хитрее. В насосе, внутри уплотнения, сальники, подшипники. Если просто тупо разогреть шкив до красна, посадить его на насос и так оставить, тепло со шкива пойдет в насос и все сальники и сальники подшипников подгорят просто-напросто. Для этого ребята брали какой-то тазик, ставили в него насос, заливали в тазик воды до уровня шкива. Чтобы насос находился в воде. И уже на этот насос одели шкив по заранее отмеченным меткам. Потому что, когда он начнет остывать, а, соответственно, вал нагреваться, все это зафиксируется. Вот, в общем-то, самый действенный способ, который помогает, когда другие способы бесполезны абсолютно. А теперь про обычный насос, который проблем не подразумевает. На обычном насосе ZF от BMW у него на вал надето вот здесь вот фланец треугольной формы, ну, близко к треугольной форме, с тремя болтами. Шкив крепится на эти три болта. На насосе от шевронивы, который также можно поставить на BMW, в принципе, крепление однотипное. Просто откручиваем три болта, снимаем шкив от шевронивы, выкидываем его. Снимаем со старого насоса шкив от BMW, ставим на шевронивы, все это прикручиваем и никаких проблем. В общем, если вы обладаете старым шкивом с креплением болтами, то лучше все-таки ставить насос от шевронивы. Там будет меньше проблем. Потому что на этом насосе от Gazelle, Gazelle Next, по-моему, если не ошибаюсь, здесь изначально уже стоит шкив под одноручейковый ремень. Ну, такие старые ремни, которые раньше использовались на москвичах, шестерках, там, жигулях, помпу приводить в движение. Его приходится скидывать и выбрасывать, это тоже занимает время. В общем, мой вам совет, если шкив не снимается, оставьте это дело, без резака вам не справится. Лучше сразу ищите человека с резаком. Все. После того, как шкив поставлен, можно приступать к установке, вроде как. Но, здесь еще один момент хитрый. Старый насос, вот потроха насоса, когда начинает погибать, он начинает задираться. Ротор, астатор. Соответственно, идет какая-то там стружка, ну, грубо говоря, стружка, продукты жизнедеятельности насоса. И эти продукты попадают в рейку, попадают в бачок гидроусилителя, остаются в шлангах. То есть, перед установкой нового насоса, всю эту систему желательно продуть, промыть от остатков. Иначе вся эта грязь пойдет в бачок, или того хуже, еще в новый насос. И тот тоже прикажет долго жить в ближайшем будущем. Поэтому, перед установкой надо все очистить. По поводу крепления всякого рода болтиков. Вот, для того, чтобы открутить крепления, которые торксовские, Обычный торкс не подходит. Вот такие ключики оказываются здесь бесполезными. Они гнутся. Приходится пользоваться вот таким, каленым. Это бита для шуруповерта. Причем, приходится наращивать его вот такой трубочкой с помогачом. Для того, чтобы прикрепить насос к старому креплению, Это же будет и с насосом ZF, который от Chevronil. Приходится сделать вот такие гаечки, стесанные с одной стороны. Потому что корпус насоса не позволяет прикрутить его. Просто так. Эти крепления получаются максимально похожими на оригинальные. В отличие от тех, которые делают некоторые люди, Просто болтом дотягиваясь вот до этого крепления. До этой резьбы. Просто схватывая все это на сквозняк получается. Дальше ставим насос. Здесь все просто. Просто подтягиваем насос снизу и сбоку вставляем болты. Причем, короткий болт идет вглубь, А длинный со стороны левого крыла ставится. Ничего интересного здесь нет. Просто его прикручиваем. И одеваем ремень. Как натягивать? Это уж ежу понятно. Обратно тому, как мы его снимали, Фактически мы его одеваем. Просто снова ролик зажимаем, Ремень одеваем, отпускаем ролик. И все на месте. Так, дальше. Дальше следует приступить к чистке системы, Потому что все это забилось... Все это наверняка изобилует грязью, Которая осталась от старого масла и от насоса. Умирающего. Бачок меняется вместе с фильтром, Меняется в обязательном порядке. А оригинал, само собой, дорог. Заменитель фирмы Феби будет стоить примерно 15 долларов, Ну, 1200. Есть вот такой аналог. Это бачок от Волги 3110. Он стоит всего лишь 200-250 рублей. Внутри фильтр, поэтому бачок менять обязательно. Бачок крепится болтом. И два шланга крепятся снизу. Замена простая, но после того, как снимем бачок, Надо будет слить остатки жидкости И продуть шланги и систему. Спасибо за внимание! Совсем спустило, что ли? После снятия старого бачка можно уже сразу ставить новый, только продуть шланг от остатков старого масла. Шланг слива с бачка можно поставить сразу, а вот этот шланг пока не стоит ставить, сейчас мы через него попробуем выдуть остатки жидкости из системы и немножко промыть чистой жидкостью систему. Непосредственно перед тем, как подсоединять напорный шланг, вынимаем заглушку, чтобы туда ничего не попало, никакая грязь. И надо продуть ответную часть, чтобы грязь не стала причиной протекания. Пришлось немножко подогнуть и вот вроде бы она встала. Ключом на 17 дотягиваем болт. Также пока здесь можно подцепить шланг от бачка до насоса. Когда я продувал систему, жидкость оказалась очень грязной, поэтому шланг обратки в бачок я не одеваю. Я вывел его вниз. Вниз. Вот он висит над сливным корытом. Сейчас старой, но отстоящейся жидкостью для автоматических трансмиссий я промою систему до того времени, пока не пойдёт светлая жидкость. Наконец-то после долгих часов можно приблизиться к завершению работы. С промывкой очень грязная работа, поэтому когда шланг хлистал, надо было всё-таки какую-то тару типа бутылки использовать, потому что в эту я просто не попал, а то, что попало, струёй выбило и стало ещё хуже. Поэтому имейте в виду, когда будете делать, если соберётесь. После этого крепим окончательно все шланги к бачку, и бачок сам на место, и заливаем свежую жидкость. Стоит отметить, что новый насос с хорошей производительностью высосал бачок буквально за считанные секунды. То есть промыл и выполнил в систему. Я даже не успел рулём покрутить. А лить сюда тоннами жидкость что-то не хочется. И так уже всё в этой жидкости для автоматических трансмиссий. Если хотите промыть получше, конечно, занимайтесь с проворачиванием руля. Но я проворачивал руль с воздухом. Продолжение следует... Ну вот, вроде всё и собрал. Недельная эпопея с гидроусилителем наконец-то заканчивалась. Даже 10-дневная получилась эпопея. Все те способы снятия шкивы, как я вам показывал, я не только показывал, но ещё и на свою беду я пробовал. Чего вам и не советую. Если не снимается, то сразу идите к кому-нибудь, кто может это снять. У кого есть резак, и кто сможет без приложения усилий к шкиву снять его с вала. Потому что... Потому что... Сейчас вот как бы покажу, к чему привели все мои попытки снять шкив. Действовал я во всех способах, крайне аккуратно, но как бы ничего хорошего из этого не вышло. Кстати, с новым гидроусилителем мотор, оказывается, работает вообще тихо. Я думал, это... Узящий монстр оказывается... Это прелесть на колёсах. А вон и шкив. Видно, как его колбасит не по-детски. В конечном счёте, я успокаиваю себя только тем, что ремень сидит глубоко внутри шкива. И несмотря на то, что внешне шкив сильно болтается, ремень колеблется не очень сильно. И, в принципе, должен послужить. Максимум, во что это выльется, это короткий срок службы ремня после такого ремонта. Ну, как бы выхода не было. Кстати, со временем система заполняется. И уровень потихоньку садится. Я сдуру выкачал. Был полный бачок. И уже за две минуты уровень вернулся на место. Потом придётся долить. Вот, в общем-то, и все рассказы про гидроусилитель руля в BMW-шней. Единственное, помните, что шкив это как бы основная беда в этом случае. Но если он у вас крепится фланцами, то вы в шоколаде. И замена гидрача, в принципе, не сложная задача для вас. Ну, а я просто попал. Попал как по трубкам, так и по шкиву. Будут ещё много разных интересных видео по ремонту этой машины. Поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить всё самое интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!